Всем привет! Вы на канале Жить Шить со Светланой Матус. И о эти прекрасные горохи, которые никогда не выйдут из моды. Что бы вы ни делали, вы будете всегда прекрасны и женственны. У нас с вами некое такое платье-халатик, которое можно носить вот так вот под пояс, а можно и без пояса, как такую, как своеобразную тунику носить. Обязательно зарисовываем вид спереди и вид по спинке. Поясочек на талии. Видим, что здесь есть линия полузаноса запаха. Рукавчик спущенный и приточной сюда рукавчик. Вернее, плечо спущенное и приточной рукавчик. Никаких ни нагрудных, ни талиевых выточек нет. То есть будем очень быстро и легко все шить. Опять же берем за основу нашу выкройку, но с нагрудными и талиевыми выточками. Ставлю вам здесь ссылку, видит кружочек, палочка с точечкой, как ее строить. Вот так она у нас выглядит. Вы ее обводите, только чуть подальше здесь раздвиньте ее. И вот эту нашу от талии нижнюю бедровую часть, вот эту, тоже обводите. Вот. Мы ее обвели, скосы плечей, ну тут заднюю полоньку я полностью обвела, а переднюю только скос плеча и вот здесь вот по боковому шву. Убираем. И вспоминаем, что мы там брали с вами прибавку по груди всего 3 сантиметра. А для данного платья, кстати говоря, знаете, там ткань такая ближе к шелку какому-то, натуральному или искусственному, ну может быть даже не шелковая ткань, может быть какой-то, какая-то даже вискоза так выглядит, поплотнее, которая, но с таким якобы шелковым эффектом. То есть ткань вроде как может быть и хбшка, но она должна быть мягковатая, такая струящаяся, ну конечно же такие шикарные желтенькие горошки. Так, вот у нас с вами передняя половинка и задняя половинка. Сейчас посмотрим, может быть даже и у нас получится здесь без среднего, без бокового шва. Может даже вот эту всю конструкцию мы с вами сделаем бесшовную, только спереди будет запах. Сейчас посмотрим. Значит, первое, что нам нужно с вами, нам нужно приталенность по спинке убрать, она нам не нужна, и превратить ее в сгиб. Помните, вот здесь у нас было 2,5 сантиметра? И мы вот это вот все с вами убираем. Сводим до низа эту линию, и это сгиб по спинке, да, получается. Потом прибавка по груди у нас с вами была 3 сантиметра, а здесь я рекомендую вам брать от 10 сантиметров. Ну, в среднем 10 сантиметров. 10 минус 3, 7. Значит, 7 сантиметров нам по линии груди надо добавить. Линия груди у меня была, вот эту меточку поставила, и вот сейчас я ее вот так вот проведу, да. Я вот здесь раздвинула на 7 сантиметров, и вот ровно посерединке я ставлю точку, и это якобы наш боковой шов. Здесь между детальками я свожу вот так линию, и посмотрим, будет у нас боковой шов, или он можно и без шва обойтись. Но мы его с вами обозначаем. Вот. Далее, я предлагаю здесь сделать полузаносик, как на нашей модельке, где-то 10 сантиметров, небольшой он здесь. Вы можете также, тут я все присматриваюсь, присматриваюсь, вроде даже какие-то как пуговички есть, если хотите, можно сделать. Но так, что вы потом как тунику, например, носили без пояса, то тогда, наверное, не надо пуговички с петелечками делать. Так, значит, по линии талии мы продлеваем в эту сторону 10 сантиметров, вот таким вот образом, да, и по низу тоже откладываем 10 сантиметров. Соединяем эту линию, вот вам и линия полузаноса, по передней половинке. Так, соединили, и смотрим на нашу модельку. Вот здесь я даже чуть-чуть ниже нарисовала запах, чуть даже ниже центра груди, но мы давайте сделаем с вами где-то в районе центра груди, вот здесь, по линии груди, у нас же всегда линии груди идут с вами по соскам, да, по вот этой вот линии объема груди. Теперь вы видите, что здесь чуть-чуть занижена горловинка. Так, горловинку мы занижаем с вами на 3 сантиметра, занижаем ее и по переду, и по спинке, вот так, на 3 сантиметра. Сразу же отмечаем. И тогда вот эту линию сводим вот таким вот образом, пунктиром, через центр груди, и приходим вот сюда, вот к линии талии. Только делайте ее максимально вот такой вот плавной линией. Здесь не острым углом, а чуть-чуть сплавните, да. Вот, теперь приступаем к самому скосу плеча. Линию плеча, как я вот вижу здесь на картинке, на 10 сантиметров занижаем, можно и больше. Смотрите, как вам будет красиво и комфортно. Ну, здесь где-то 10 сантиметров. Значит, вот эта точка плеча, я вот эту линию скоса плеча просто поровной продлеваю на 10 сантиметров. По переду, да, вот тут 10, здесь мы убрали 3 сантиметра, здесь убрали 3. И здесь тоже я сейчас продлю на 10 сантиметров по скосу спинки. О, здесь тоже 10 сантиметров. Вы знаете, очень даже хорошо получается. Смотрите, теперь наша с вами задача под прямым углом от скоса по плечу, вот так, квадратик с точечкой, это прямой уголочек. Мы должны будем свести вот в эту линию. И сейчас посмотрим, будем ли мы ее делать как проймочку, где можно просто ее вырезать и вточать туда этот рукавчик. Или все-таки будем делать боковой шов. Но это даже больше от вас зависит, сколько у вас, например, ткани будет. Вот если я сейчас примерю, сколько же ширина моей вот уже сейчас конструкции, вхожу ли я в ширину ткани полтора метра. Сейчас я и увижу. Если не вхожу, ой, вы знаете, вот 68 сантиметров превосходно вхожу. Даже если очень хочется, можно и боковой шовчик сделать. Потому что многие любят кармашки. Кармашки, конечно, можно в виде рамки или листочки делать. Но в боковом шве еще же быстрее и удобнее делать, правда? Так, здесь вам еще одну ссылочку поставлю, как делать карман в боковом шве. Очень быстро, очень легко и очень красиво получается. Вот, и теперь приходим опять же к выведению линии по скосу плеча. Так, вот тут уже прямой уголочек по спинке. И смотрите, мы можем ее либо вот так вот плавно свести по ровной линии, тогда придется здесь нам с вами разрезать наш боковой шовчик. Но будет не эта точка, нет, в данном случае эта. У меня линия груди совпадает с низом проймы по нашей вот этой вот конструкции. Смотрите внимательно. У кого-то низ проймы может быть ниже линии груди или выше линии груди. Смотрите, это внимательно. Потому что помните, мы с вами снимали мерку от установочной ленты по талии. Брали вот так вот, вот эту вот линеечку. И от талии вверх вот сюда вот промеряли. Это наша высота бочка. И минусуем мы максимум 5 сантиметров. И это есть вот эта вот застрочка по боковому шву у проймы. Ну, в общем-то, я рекомендую вот таким образом сводить эту пройму. Вот. И теперь наша с вами задача построить тот самый рукавчик. Здесь можно его делать как на основе цельновыкроенного, но проще здесь, естественно, сделать его вообще как будто бы он прямоугольник, этот рукав. Как же проще его сделать? Его можно... Ася, возьму другой цвет, чтобы было лучше видно. Смотрите, мы вот эту линию вот так вот продлеваем. Это как получить рукав самым простым способом. Я там где-то смотрела, что рукав здесь длиной где-то примерно 40 сантиметров. Если наш рукав с вами от верха до вот этих костяшек, например, 60-62, минус 10 сантиметров мы уже занизили плечо, то есть остается 50. Потому что я тут просматриваю этот рукав, такое впечатление, что он длинный, но он подкатан. И низ рукава обработан на примерной венгерке, прострочен. Вот, и тут нет четкой такой линии, знаете, как вот прострочки, а как загиб такой. То есть где-то вот тут длина рукава, например, давайте возьмем тоже таким же образом сделаем, как на картинке. То есть вот эту линию я должна, в общем-то, продлить на 60 сантиметров, да? От точки плеча. 10 сантиметров мы съели, значит, длина рукава у нас остается с вами 50 сантиметров. Вот, по этому скосу мы сейчас вот так вот и продлим. Вот. И нам с вами нужно будет узнать, сколько же ширина рукава. Ну, ширина рукава, объем запястья плюс прибавка к объему запястья 7, 10, 15 сантиметров. А если мы хотим его такой пообъемистей, то можем его практически сделать прямым. Чуть-чуть заужая относительно вот этой линии, да? Вот. И мы сейчас его и поймаем этот скос. Смотрите. Вот этот скосик и идет, видите? Вот, по скосу нашей вот этой вот такой вот линии. Теперь мы эту линию параллелим. Измеряем вот здесь вот это расстояние. Вот у меня здесь 18. А обязательно его примерьте, чтобы у вас объем руки вот здесь в итоге на рукаве был не меньше точно, чем объем плеча. Это крайне важно. Мы сейчас простраиваем с вами только переднюю половинку, да? Вот здесь 18. Тогда и здесь я ставлю под прямым углом 18 сантиметров. И минусую где-то 2-3 сантиметра. Давайте вот сделаем 15, например, внизу. 15. И провожу вот здесь от этой линии под прямым углом вот сюда. И от этого угла тоже вот так вот провожу вот эту линию. Вот у нас с вами и получился рукавчик. Но только долевая это будет вот эта часть линии, да? И вот по вот этой линии вы все вырезаете. Видите, он здесь приточной. На нашей модельке здесь идет шовчик. Здесь его, конечно, можно было бы таким вот скругленной линией, но мы хотим, например, с вами здесь не заморачиваться и раскроить, например, без вот этого бокового шва. Но единственное, что здесь это придется, вот эту линию проймы делать на надсечке. Если не делать на надсечке, то тогда я вам предлагаю чуть-чуть скруглить вот эту линию при выведении. Но тогда нужно будет добавлять на вот этот рукавчик. В общем-то, посмотрите сами, как вам удобнее. Ну, я бы, наверное, поскольку мне вот хватает здесь 68 сантиметров, а у нас 75 ширина ткани, то, наверное, 68 это 2 и 5 это 7. Ну, тогда на цельно выкроенный подбортик же у нас еще с вами здесь есть. Ну, в данной модельке, видите, тут пропечатывается что-то спереди. Там обточной подборт где-то 10 сантиметров шириной примерно. Вот, да, ну, можно, конечно, по-разному обрабатывать. Так, значит, продолжаем делать дальше вот эту вот вторую часть рукава по спинке. Что мы делаем? Продлеваем вот эту вот линию. Опять же, на те самые наши 50 сантиметров. Видите, здесь немножко разные вот эти скосы получаются. Так, здесь у нас примеряем 16 с половиной. Вот давайте сложим сразу же 18 плюс 16 с половиной. 18 это вот это расстояние вот тут. Видите? Вот здесь 18. И по спинке 16 с половиной. 34 с половиной сантиметра. У меня объем руки вот здесь вот 30. Это всего я имею здесь прибавку где-то 4 с половиной сантиметра. Ну, так, ну, смотрите сами. Если хотите пооблегаемее, то оставляем. А если хотите шире, то тогда нам нужно будет брать шире. Сейчас я вам покажу, как можно сделать здесь сразу же, как цельновыкроенный рукавчик. Так, значит, здесь мы тогда сделаем с вами вот так 16, а здесь на 3 сантиметра меньше. Итого 13. Здесь эту линию проводим под прямым углом вот здесь, да? И таким же образом вот так вот соединяем, да? Вот синяя линия, это уже спинки рукав, да? Спинки рукав, и это тоже идет долевая. В данном случае у нас здесь без шва среднего наш рукавчик. Тогда мы можем с вами, ну, вот пройма синяя, и это окат рукава для рукава по спинке. Смотрите, мы совмещаем эти две детальки, вырезаем вот эту детальку и вот эту черную. То есть, или переводите на отдельном листике, и совмещаете их вот этими вот долевыми линиями. И получаете, то я приблизительно вам покажу, вот такой вот рукавчик с легким, таким вот небольшим окатом руки. То есть, вот эта часть, например, это у нас будет спинка, да? У нас же тут пройма немножечко разная. А вот эта часть будет перед, видите, специально черным цветом вам прорисовываю, и прописываю, ну, извините за линии. Вот, когда вы совместите, у вас будет вот эта часть. И тогда сюда его спокойно втачиваете, да? Или, если вы хотите, например, как-то здесь эту линию более сплавнить, ну, как бы вот такой вам моментик показываю, что можно вот этот рукавчик, и вот таким образом ее выводить, вот эту линию, к боковому шву. Этим вы добавляете здесь и объема, то есть, тогда перед у нас будет по вот этой вот черной линии идти, и когда вы будете вметывать сюда этот рукавчик, вы просто вот эту линию можете вот так вот дальше продлить, да? То есть, вот здесь вы вырезаете, и тогда вид нашего рукавчика будет со слегка вот такой вот скошенной линией, да? Вот такими скосами. Ну, это если вы хотите. Но если вы делаете это по спинке, то тогда сделаете, по переду, то тогда так же само и отзеркаете по спинке. Вот, видите? Теперь это новая линия будет и бокового шва, и рукава. Тогда рукавчик у нас здесь, проймочка вот так пойдет. Видите? Вот он, синеньким цветом пошел рукавчик. То есть, тут выкройку, вот я вам дала базовую, основную, а вы уже здесь просматривайте, как вам лучше это сделать. Потом, сейчас вот этот вот сотру рукавчик, и у нас с вами нужно подкроить этот самый подборд. Фактически, нам нужна здесь одна длина нашего переда и спинки, плюс длина нашего рукава, у нас минимум 50 сантиметров. Ну, и... Или берете сразу же две длины нашего переда и спинки. То есть, вот эта длина. Где-то примерно метр. Тогда у вас... Почему вторая длина нужна? То есть, два метра на эту модельку нужно будет. Потому что мы хотим здесь подкройной вот этот подборд. Как же делается этот подборд? Мы здесь делаем минимум обтачку 4 сантиметра. Ну, 4-5. Вот так, да? Это же у нас с вами основная линия запаха. И здесь вот в данной модельке, ну, решили они сделать 10. Хорошо. Значит, и до центра у нас идет вот этот вот подкройной полузанод, подборд, который будет обрабатывать вот этот вот сквозь. Да? И мы тогда его плавно вот так вот сюда вот и сводим. Но его нужно будет продублировать или флизелином, или дублерином. То есть, чтобы сейчас лучше было видно, я вот таким вот зигзагом его вам прорисовываю. То есть, по вот этой крайней линии, это цельная деталька передней половинки, а отдельно потом вырезаете, подкраиваете, дублируете, только в две детали вместе складываете и дублируете вот эту линию подборта. И нам то же самое нужно будет сделать по спинке, потому что вот здесь я 3 сантиметра отклонила, а вывести линию забыла. Смотрите, вот так вот выводим, это у нас настоящая наша горловинка, и тоже здесь делаем эту обтачку, тоже здесь где-то 5 сантиметров, и вот здесь 5 сантиметров высотой, и вот так вот плавно сводим. И вот это у вас тоже будет подкройная обтачка. То есть, вот эта вот часть уже нам с вами не нужна, то, что мы занижали. Мы занизили линию вот от основания шеи. Ну, такая вроде бы легенькая конструкция, вам нужно здесь разобраться, а пошьете вы крайне быстро. Вот, так что действительно здесь легкий крой и пошив. Вот. Так что, если у вас будут здесь вопросы, пожалуйста, пишите мне в комментариях, или пишите мне на почту, вайбер, ватсап, куда хотите, в скайпе. Вот, я всегда вам отвечу на вопросы, или если вы хотите со мной пошить это платье, или любое другое, вплоть до свадебного, или выпускного, или пальто, жакета, или мехового изделия, со мной по скайпу, пожалуйста, обращайтесь, я всегда есть. Вот, отвечу вам, и очень буду ждать вас по скайпу. Вот, так что вы были на канале Жить Шить со Светланой Матус. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok